Работы в новом хирургическом корпусе онкодиспансера идут по плану. В этом убедилась министр здравоохранения Алла Самойлова, побывав на строительстве объекта. Собственно, это уже давно не стройплощадка. В здании есть окна, подведены коммуникации, продолжается внутренняя отделка помещений. Алла Самойлова вместе с главврачом онкодиспансера осмотрели будущее операционное, палаты, переходы и напомнили, внутри хирургического корпуса будет поддерживаться стерильная чистота. Поэтому монтировать коммуникации нужно так, чтобы было удобно их мыть и обрабатывать. В целом, ходом строительства министра осталось довольно, график работ выдерживается, качества претензий нет. Осенью у нас были опасения о том, что стройка немножко остановится и будут приостановлены все работы. Это где-то было в ноябре, но именно в ноябре, в октябре, серьезные работы были проведены главой республики вместе с депутатами-единороссами Государственной Думы. И благодаря этому, вот последнее утверждение, уточнение бюджета, нам удалось получить дополнительные финансовые средства 363 миллиона рублей для софинансирования строительства этого объекта. Уже к тому моменту республикой было выделено из республиканского бюджета порядка 340 миллионов рублей. Федеральные средства уже поступили. На последнем заседании Кабинета министров Чувашии, где обсуждались изменения республиканской казны, глава республики Михаил Игнатьев заметил, если бы не было финансирования из-за республиканского бюджета, не было бы готовности объекта на уровне 65-70%, привлечь дополнительные средства было бы очень сложно. Сегодня все контракты на закупку оборудования уже подписаны. И сразу по завершению строительства можно будет приступить к монтажу и настройке. Первые операции в новом хирургическом корпусе онкодиспансера проведут в конце 2016 года. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.